Мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале психфарм.ТВ, который всегда на вашей стороне. Ну и благодаря нашей эмблеме, вот вы видите нашего гуру-учителя психфарм, а также нашему девизу за ужин, хаплаки и мёртвых разбиваю молнии, мы всегда занимаемся своим делом. И сегодня выходим с экстренным выпуском из нашей импровизированной студии. И этот экстренный выпуск, как вы понимаете, называется Трамп, покушение и личность покушавшегося. Конечно же, если вы будете уже читать про этого самого Томаса Мэтью Крукса через некоторое время, после выхода нашего ролика, вы найдете там много интересной информации. Сейчас известно, что он ненавидел республиканцев, он ненавидел Трампа. Ну, честно говоря, а почему он ненавидел республиканцев, почему он ненавидел Трампа, с этим обязательно разберутся. Поверьте мне, сейчас многочисленные корреспонденты различных издательств, сотрудники различных спецслужб, они идут по следу, они разговаривают со всеми людьми, которые контактировали с Томасом Мэтью Круксом. Можно просто называть Круксом. В общем, все они, конечно, выяснят. Но то, что мы вам сейчас расскажем, конечно же, останется за скобками. Поэтому мы единственные, кто вам расскажет. Подписывайтесь на наш канал Психварм ТВ. Нам бы хотелось, чтобы эта информация о том, что мы единственные, распространялась по YouTube. Надо вам сказать, что очевидно, что этот самый Крукс был особью подчиненной, и у него плохо работали серотониновые нейроны. Дело в том, что люди всегда, в зависимости от положения в обществе, они делятся на тех, у кого хорошо работают серотониновые нейроны и плохо работают серотониновые нейроны. Не совсем правильно из зоологии к нам пришло доминирующие особи подчиненного. Конечно же, у людей это не так. Но поскольку все такие опыты они ставятся обычно на животных, на обезьянах, на рыбках, изучают. Если, скажем, вожак стоит, у него серотониновые нейроны очень и очень хорошо работают. Ну, а особи подчиненные серотониновые нейроны плохо работают. Иногда эта терминология проникает и в человеческое общество. Тем не менее, важно, чтобы вы себе уяснили, что если серотониновые нейроны работают хорошо, то тогда человек уверен в себе, он контролирует агрессию и страх. Вы скажете, это верх удовольствия, давайте будем все начальниками. Во-первых, так не получится, они все могут быть начальниками. Во-вторых, у особи, у которой хорошо работают серотониновые нейроны, много проблем с другими нейронами. А вот особь, у которой серотониновые нейроны работают плохо, вот она не уверена в себе, она плохо контролирует агрессию и страх. И именно люди, которые плохо контролируют агрессию, они способны на такие поступки, они способны на агрессию, они способны убить. Очень важно понять, что человек, у которого агрессия, у которого плохо работают серотониновые нейроны, он страдает. Многие думают, что если человек агрессирует, то он плохой, нехороший, с ним надо бороться, но мало кто задумывается, что он страдает. И он страдает по многим причинам. Серотонин является очень и очень важным нейромедиатором и управляет кучей различных процессов. В частности, серотонин, например, управляет отчасти нашим аппетитом. Вообще много есть нейромедиаторов, которые управляют нашим аппетитом, но серотонин один из важных в этой линейке. И надо вам сказать, что если у человека серотонина мало, то он испытывает чувство постоянного голода. Представьте себе, вы не можете себя контролировать, вы испытываете чувство постоянного голода. Конечно, здесь вам дорога к агрессии. Конечно, не к такой агрессии, которая изображена вот на этой картинке времен моей молодости, когда шла борьба за определенные ресурсы. В данном случае, конечно же, за водку. Понятно, что в Соединенных Штатах такой борьбы за ресурсы не ведется. Но то, что этот молодой человек, очевидно, вступил в борьбу с обществом, в общем, я думаю, всем понятно. И я думаю, понятно почему. Потому что он плохо контролировал свою агрессию, он плохо контролировал себя. Ну и, соответственно, он не нашел никакого другого способа, как взять винтовку и пойти стрелять в Трампа. Надо вам сказать, что человек, который испытывает агрессию, который агрессирует, он страдает еще и от тревоги. Причем, обратите, пожалуйста, внимание, тревога – это как бы общее понятие. Это падение активности двух тормозящих систем. Мы уже говорили о серотониновой системе, скажем еще и о гаммкаргической. Гаммк – это гаммаминомастная кислота. Очень важно понять, что когда активность серотониновой системы снижается, то голову поднимают самые разные системы нейронов. Дофаминовый, норадреналиновый, отсилкалиновый, гистаминовый, глутаматный. Вот, например, дофамин – это воображение. И человеку черти чего может в этот момент казаться. Норадреналин – это куча различных неприятных ощущений. То есть человек страдает, ему действительно плохо, и ему кажется, что единственный выход – это взять винтовку и начать стрелять. В этом, конечно, и вся беда. Фактически, человек, который, вот мы часто приводим такие картинки, человек, который страдает от агрессии, у которого плохо работают серотониновые нейроны, он вот эта вот самая крыса, которая загнана в угол. Ну и, соответственно, у этой крысы нет никакого другого пути, кроме как агрессия, кроме как драться. Ну, у крыс нет винтовок, а у людей винтовки есть, и в Соединенных Штатах эти винтовки продаются, и их можно купить. Надо вам сказать, что есть люди, которые скажут, ну и что вы мне там тут рассказываете? Это явный заговор. То есть этого самого Крукса кто-то нанял для того, чтобы он убил Трампа. Нисколько не собираемся спорить с версией заговора. Версии заговора очень и очень распространены в любом обществе, и в нашем обществе, конечно же, тоже. Но скажем, что наша версия о личности Крукса, о том, что он подчиненный особь, ничему абсолютно не противоречит, в том числе и гипотезы о заговорах. Вот это эксперимент детей Дизора, который придумал очень интересную ситуацию. Значит, крыс помещали в сухую клетку, все у них там было хорошо, у них было нормальное место для житья, но у них там не было еды. Для того, чтобы добраться до кормушки, нужно было переплыть бассейн. Причем не так, чтобы этот бассейн был очень и очень легко переплываем, он был достаточно долгим, то есть крыса должна была изрядно намочиться для того, чтобы достичь этой самой кормушки. И вот удивительная вещь, доминирующие особи, которые здесь называются эксплуататорами, они сами не плавали. Они заставляли рабочих крыс, подчиненных особи, чтобы те плавали за этой самой кормушкой. И этого они добились, просто поколачивая этих самых подчиненных особи. Самое интересное, что среди этих крыс оказались те, которые отказывались плыть за едой, их тоже поколотили, но недолго, потому что на самом деле эксплуататоры, они устроены тоже очень и очень разумно. Зачем им колотить кого-то, тратить свою энергию, когда они поколотили рабочих крыс и те поплыли. Значит, вот они кого-то они оставили в покое, а вот кто-то регулярно плавал за едой. Таким образом, особи, у которых плохо работают серотониновые нейроны, они легко могут быть наняты тем или иным способом. Например, путем поколачивания или еще каким-нибудь, для совершения самых различных актов. Надо вам сказать, что вот это представление о том, что человек, который страдает агрессией, что он загнан в угол, что его легко нанять на совершение какого-либо действия, в общем-то оно довольно распространено в современной науке. И наука прямо говорит о том, что есть определенный шанс, который позволяет нам с вами бороться с этой агрессией. Многие думают, что агрессией нужно бороться следующим образом. Надо уничтожать агрессора. Конечно, агрессора надо уничтожать, когда он уже открыл огонь. Это все понятно. Я думаю, тут никто спорить не будет. Но надо сделать так, чтобы общество могло не допускать актов агрессии. На самом деле, человеческое общество так и устроено. Вы даже себе не представляете, какой высокий уровень агрессии был в первобытно-общинном строе. То есть, очень многие жили короткой жизнью не потому, что были какие-то тяжелые болезни, эпидемия, недостаток пищи. Нет, человек довольно быстро научился добывать пищу, убивать там животных, выращивать сельхозпродукты. Это все у него шло очень хорошо. Беда состояла в том, что человек просто убивал друг друга. То есть, малейшее что-то вызывало агрессию, и человек начинал убивать. Очень много было таких уровень убийств в таком обществе просто зашкалил. И постепенно, по мере развития общества, агрессия падала, и в результате вы будете удивлены. Но у нас, например, уровень убийств сейчас гораздо ниже, я подчеркиваю, чем при первобытно-общинном строе. Более того, мы с вами научились жить в городах. То есть, для первобытно-общинного человека, почему они жили небольшими группами. Это было просто невозможно, когда собиралась большая группа людей. Обычно они делали это исключительно по каким-то там праздникам большим, когда несколько родов могли собраться вместе. Так обычно жили отдельно. Мы же научились жить в городах. Мы научились сдерживать свою агрессию. Поэтому задача общества – сдерживать агрессию. Сделать так, чтобы у крысы всегда был выход. И вот не тот выход, про который я вам недавно рассказывал, чтобы крыса там какая-то ее поколотили, но она все равно не плывет за едой. Нет. Нельзя допустить, чтобы кто-то кого-то колотил и отправлял за едой. Вот этого быть не должно. Поэтому я сейчас хочу обратиться ко всем нашим зрителям с призывом, который продемонстрировал Дональд Трамп. Мы про него ничего не рассказывали. Ну, потому что он жертва этого преступления. И он кричал «боритесь, боритесь». К сожалению, я думаю, что он кричал «боритесь с демократами», может быть, еще с кем-то. «Бороться надо с агрессией». Вот это наш основной враг. Агрессия – наш основной враг. Поэтому боритесь с агрессией. Боритесь везде. Там, где вы встречаете эту агрессию. Но не агрессией. Боритесь с умом. А как это сделать? Вот у нас есть плейлист, который называется «Агрессия». Заходите, пожалуйста, на этот плейлист. Узнавайте об агрессии. Делайте так, чтобы агрессии в нашем обществе становилось меньше. Это жизненно важная необходимость для нашего общества. Помните, что мы придумали для вас политологически ориентированную психотерапию или поп-терапию. Используйте этот метод для того, чтобы приводить свои нервы в порядок. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok